Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем больше значат для нас живые свидетельства о героизме фронтовиков. Один из тех, кто мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, наш земляк Василий Васильевич Вертель. Именно о нем шла речь на мероприятии в Славянской 18-й школе. Больше 76 лет назад отгремели бои Великой Отечественной. Наша страна давно уже залечила раны войны, но люди по-прежнему хранят память о тех, кто защитил нашу землю от фашистов. И в том, что красный флаг взвился над поверженным Рейхстагом, символизируя победу в Великой Отечественной войне, есть заслуга каждого воевавшего солдата и офицера. Именно они поставили точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, сокрушив гитлеровские войска. На классном часе по книге воспоминаний героя войны Василия Васильевича Вертеля ребята вместе со своим учителем рассказывали о боевом пути ветерана, который начался, когда ему еще не было 18 лет. Несмотря на то, что не вышел его еще год, 18-й день рождения только приближался. Может, поэтому и пожалели память о войне, не бросив сразу на фронт, а направив переформировавшийся у Пятигорска 3-й вознужный десантный корпус. После ускоренного курса в полковой школе Василий Васильевич стал командиром взвода разведки 88-го гвардейского стрелкового полка. На счету его и его бойцов немало подвигов. Его разведчикам неоднократно приходилось сходиться с врагом лицом к лицу. Только с 25 июля по 5 августа взвод уничтожил больше полусотни гитлеровцев, взяв четырех языков. Эти заслуги командира были оценены орденом Отечественной войны первой степени. После разгрома немецкой группировки в Сталинграде были бои за освобождение Ростовской области, Донбасса и Крыма, тяжелейшие штурмовые бои за Севастополь, победы над неприятелем в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии. Разведчики его взвода неоднократно выполняли опаснейшие задания в тылу врага. Они всегда находились там, где было наиболее трудно – на передовой. Ученики словно окунулись в те далекие грозные годы. Каждый из них ощутил гордость за своих сверстников в годы войны. Ребята активно участвовали в беседе со своим классным руководителем, делились впечатлениями после презентации. Класс носит имя Василия Васильевича Вертеля, гордится его подвигами. Василий Васильевич Вертель – настоящий герой, человек с большой буквы. Он неоднократно посещал нашу школу, был у нас на уроках мужества, на классных часах. Рассказывал детям много интересного о тех временах, о войне, о том, как он воевал, о медалях, о орденах, которые сейчас у него есть. Мы очень гордимся тем, что носим имя героя. Книга воспоминаний передана во все библиотеки и образовательные учреждения района. Прочесть ее сможет каждый, кто интересуется историей и хочет узнать о событиях Великой Отечественной из первых рук. Именно фронтовики заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые сегодня передаются их внукам и правнукам. И мы должны быть благодарны солдатам Победы за все, что они сделали для нас. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.